Здравствуйте! Ваша покупка ожидает вас на почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Александра Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Богдан, я менеджер отдела контроля выкупа заказа по поводу вашей посылки. Ваш заказ находится на почтовом отделении уже 19 дней. Скажите, пожалуйста, почему мы это все про заказ не забрали, когда планируете заказ? Вы о каком говорите? Что там? Про мини-кондиционер. А, кондиционер? Да я все сказала. Скидка все еще действует. И? Ну, я готова выкупить его. Теперь уже за 400 рублей. Ну, так идите, выкупайте. Ну, 400 рублей. Ну, сколько там самоуказано, за сколько я покупаю? Самоуказано, она дорого. Я готова выкупить за 400 рублей. Ну, сколько указано? Вы же лучше меня знаете, сколько она указана. Ну, идите договаривайтесь и забирайтесь за 400 рублей. Ну, вот я с вами договариваюсь. Ну, со мной не надо договариваться. На почту идете, и та сумма, которая у вас указана, ее оплачиваете. Я не могу оплатить ту сумму, которая указана там. А почему не можете? Религия не позволяет. Не готова я покупать товар, который дороже в три с лишним раза, чем рыночная его цена. Я же не сошла сама. А что это за цена? Можно, пожалуйста, можете сайт назвать, где по такой цене вы видели? Ну, в любой берите из распространенных на Азоне, посмотрите. Мы знаем про цены на Азоне, они там стоят более 10 тысяч. Да, сегали. Тысяча рублей он стоит. Кто, мини-кондиционер Arctic Air Ultra? Да, да, да. Тысяча рублей? Да, он и этой цены не стоит. Эта коробка с вентилятором, она и такие. Вы уверены в этом? Конечно. А вот мы не уверены вообще. У них сумма несколько тысяч стоит дороже, чем у нас. Ну, а зачем вы по такой цене закупали? Нет, они сейчас дешевые. Соответственно, скажите мне, пожалуйста, когда вы сможете забрать ваш заказ? За 400 рублей, хоть сейчас пойду. Я вам хочу напомнить, что вы с нами заключили в основном договор о Ферте. В случае невыкупа заказа, вы его нарушаете. На вас может быть возложен штраф, превышающий сумму заказа и база неблагонадежных клиентов. То, что сложнее заказа в интернет-проводинах, это повлияет на одобрение кредитов для банка. Поэтому давайте с вами все-таки вводим вопрос мирно. Скажите, пожалуйста, когда вы сможете забрать ваш заказ? Хоть сейчас, я же говорю. А почему у вас сумма всегда разная? Вы на самом деле говорили тысячу, потом 800. Потому что с каждым днем скидка углубляется. Я же сказала, что с каждым днем скидка углубляется. Ну, память у вас хорошая, я вижу. Но вы когда оформляли заказ, вы сами делали заказ по сумме 2980 рублей. Было такое. Ну, так а зачем вы тогда теперь устраиваете вот этот вот спектакль? Никакого спектакля. Я потом увидела, какие там цены. А отказаться я от посылки не смогла, потому что ваши телефоны, они не отвечают на входящие звонки. Что мне остается делать? Оставляете заявку на сайте, он перезванивает оператор. Это так не делается. Это так не делается. Должен быть телефон для связи. Как это не делается? Для того, чтобы можно было решить какие-то вопросы любого плана. У вас такого телефона нет. Вы сами себе проблемы сходите. Нет, у нас такой телефон есть, но он строго для клиентов. Ну, вот видите, кто виноват. Да, Оксана Владимировна, компания вам предоставляет набор нескольких вариантов. Либо вы можете забрать ваш заказ в течение пяти дней, попасть в базу наших клиентов. Сможете постоянно. Сможете получить подарок, который у вас по ссылке будет гарантированная скидка на последующий заказ. Либо мы передаем ваши личные данные в базу неблагонадежных клиентов. А также вы компенсируете затраты интернет-магазину, который он принес на выполнение вашего заказа. Скажите, пожалуйста, каков ваш выбор? Богдан, я ничего не выбираю. Я выбираю приз и предлагаю вам выбор другой. Я забираю заказ в течение часа за 400 рублей. Либо не забираю его вообще. Оксана Владимировна, а как вы хотите купить товар, который, как вы утверждаете, стоит 400 рублей, если только доставка стоит вам почти 500? Ну, я вам предлагаю, а вы уж подумайте, как мне его купить. Это в ваших интересах. Конечно, хорошо, я вас услышал. И также хочу вашему вниманию донести. Учитывая факт, что вы уже были ознакомлены с последствиями невыкупа, мы неоднократно предлагали решить вопрос максимально мирно. Должен сообщить, что с сегодняшнего дня мы поднимаем все записи разговоров с вами, начиная сбор данных. А именно сходки с отраслью здесь записи. И готовим судебное исконарушение вам и устного договора о ферте. Хорошо. Вот, вы должны будете не только покрыть все расходы за пересылку, но и платить все... Богдана, можно мне попросить вас? Пришлите мне, пожалуйста, копию аудиозаписи в подтверждение устного договора о ферте. У нас есть эти записи. Ну, вот мне пришлите, у меня-то ее нет. Куда я вам пришлю? У вас на сообщении? Ну, куда-нибудь пришлите. На WhatsApp можете прислать на этот номер. В общем, послушайте. Вы услышали меня? Пришлите мне. Я вас прекрасно услышал, но у нас функционал не позволяет отправлять SMS. Ну, у вас это много чего функционал не позволяет. Ни сообщения отправлять, ни связываться с вами не позволяет функционал. Да, потому что это компьютерная программа. Поэтому в избежание судебных разбирательств успейте забрать ваш заказ. Ну, я вам предложила условия, на которых я заберу свои заказы. Да, я вас проинформировал. Далее выбор за вами. Благодарю вас за внимание. Я у него не выбираю тогда. Я вас проинформировал. Следующая скидка будет углубляться. Как вы поступите, так в дальнейшем и будет дальше продвигаться это дело. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания. Давай, пока. Здравствуйте. Ваша покупка ожидает вас на почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Здравствуйте. Оксана Владимировна. Да, слушаю вас. Меня зовут Александр. Менеджер отдела контроля выкупа заказов. Удела данного заказа на кондиционер Родика и РУТа. Посылка поступила на ваше почтовое отделение. Прискинула любому сумасшему обовещению с раконом. Я не поняла, что вы спросили. Вы делали у нас заказ на кондиционер Арктик и РУТа. Посылка поступила на ваше почтовое отделение. Приходило вам сумасшему обовещение с раконом посылки? Приходило. Адрес почты у вас проспект Комсомольский, 110. Сумма к оплате на почте 2980 рублей. Плюс почтовый перевод. Подскажите, пожалуйста, как вы планируете забрать посылку с почты? Я не планирую забирать ее по этой цене. Я же уже объясняла. По какой причине отказывается забирать заказ? Так я еще раз повторяю. По этой цене цена меня не устраивает. Оксана Владимировна, вся сумма была обговорена с вами при оформлении заказа. Что вы говорите, я вас плохо понимаю, что вы говорите. Вся сумма была обговорена с вами при оформлении заказа. Вы так же дали согласие на покупку данного товара по данной сумме на 2980 рублей. Ну и что? Я потом выяснила, что цена на них втряже дешевле в магазинах. Я предложила вашим коллегам, которые мне звонили, сделать скидку, которая бы сделала бы цену такой же, как в магазинах остальных. Я опять не понимаю, что вы говорите. Подождите, Алексей, я не понимаю, что вы говорите. Это Александр. А, Александр. Че, чем можете говорить? С вами согласовали сумму при оформлении заказа. Вы дали согласие, чтобы вы купите заказ на данную сумму. Сумму поменять мы уже не можем, так как вы прислали меня к вашему данному запросу. И данный товар по целой цене стоит... Почему? Вы можете сделать мне скидку. Вы так заказали товар по скидке в нашем интернет-магазине. Даже со скидкой цена вашего товара в три раза превышает стоимость аналогичного товара на других магазинах. У нас именно скидка на данный товар. У меня опять ничего не понимаю, что вы говорите. Что у вас во рту? В других интернет-магазинах стоит дороже данная продукция. Вы же говорили, что у нас ее по скидке на сумму. Нет, это не так. Я еще раз говорю, что по скидке она у вас получается в три раза дороже, чем на Озоне, например. Можете мне полениться, пойти посмотреть. Если еще все-таки у вас есть желание и цель, чтобы я выкупил товар, обсудите с вашим руководством углубление и скидки, которая была бы конкурентна с магазинами, например, Озона или Валберес. Оксана Владимировна, мы не можем снять услуги доставки. В же время посылка доставлена на почтовое отделение. Значит, это ваши коммерческие трудности. Тогда я не буду забирать его по такой цене. Зачем мне нужно это барахло за такую цену? Шанове, при оформлении заказа дорисовался на покупку товара. Так что на отправку вам все время, пока товар доставлялся, они обратились в интернет-магазин, чтобы сообщить, что он вам не актуален. Ну а как можно обратиться в ваш интернет-магазин, что его клоуна дуде сделаете? Ваш магазин никак не обратится для того, чтобы изменить что-то. Мы могли бы вам с нами связаться. Чего? Чего-чего? В любой момент могли бы с нами связаться, также через сайт, на котором вы заказывали. У вас на сайте нет никаких контактных данных, электронной почты для того, чтобы с вами связаться. Как вы с вами связаться? Телепатической связью я не обладаю. Да, ну через сайт, на котором заказывали, мы также авторная заявка в сайт, мы также самая их обрабатываем. Ну, нигде не написано и не говорено, что таким образом вызвать вашего человека. Это, во-первых, во-вторых, это дичь какая-то. Это обычно вставляются телефоны, у которого можно позвонить и связаться. Также мы отправляем все контактные информации, также вместе с посылками. Ну, зачем мне посылка, если я не буду ее забирать? У вас нет контактных телефонов никаких на сайте. По тем телефонам, по которым вы звоните, дозвониться невозможно. Это рабочая телефония, он звонит. Что, и у меня рабочий телефон, и я с вами разговариваю, и мне дозванивайтесь прекрасно. Рабочая телефония, это и телефония. Ну, и что, это, да, это нищенская телефония, которая позволяет вам прятаться так, чтобы вас не нашли и не смогли до вас дозвониться. Я не понимаю опять, что вы говорите. В Индии изо рта то, что у вас сейчас есть. Во время отправления заказа именно вы были инициатором и заключили устный договор офференном. В случае невыкупа заказа вы нарушаете этот договор, и на вас будет возложена штрафа, превышающая сумма вашего заказа. Вы сейчас не будете... Вы же будете внесены в черный список и базами владежных покупателей. Ну, если я буду... Если я буду внесена в черный список в базу вашего магазина, я буду только счастлива. Можете вносить так сейчас. Не только в базу черных список, не только в интернет-магазине, но и в всех интернет-магазинах. Ну, давайте попробуйте. Я тоже не расстроюсь. Так что давайте с вами вводим этот вопрос в отношении коколку. Какой линии вы купите ваш заказ? Я опять не понимаю, что вы говорите. Я еще раз прошу вас. Выньте изо рта, что у вас есть, и прожуйте, проглотите, что вы там делаете, и нормально скажите. Вас совершенно невозможно... Я с вами нормально разговариваю. Но у вас невозможно понять. У вас как будто каша во рту. Вы будете внесены в черный список базами благодежных покупателей. Хорошо, договоримся. Вы выполняете заказы в интернет-магазинах в отделении кредитов для банка. Да, договорились. Особенно про кредит для банка мне нравится. Расскажите мне подробнее про кредиты в банке. Вот это вот мне особенно нравится. Вот эта мулька. Подробнее, пожалуйста, мне этот пункт осветите. Что вам именно подробнее рассказать? Ну, вот про невозможность взять кредиты в банке особенно, да. Это базовый неблагодежных покупателей. Ничего. В интернет-магазинах и банках. Да, в мутном мошенничестве, что интернет-магазина я не взяла товары, мне сразу же банки не будут давать кредиты. Вип-клиенту банка. Вы занимаетесь обманом в интернет-магазинах. Будет смешно. Нет, я не занимаюсь. Это вы занимаетесь обманом. Вы их не покупаете. Это вы занимаетесь обманом в интернет-магазинах, подсовывая разное выросло по конской цене. В дальнейшем не покупайте товары. Ну, а что мне делать, остается. На данный момент вам необходимо забрать на заказ. Врачащие сроки, как вам было сказано ранее, а то, что отставляет за собой право производка с раньше времени, сообщаю вам, что если посылка будет не выполнена, наши руководства будут вынуждены на традиционно выше стоящей инстанции. А кто у вас за вышестоящей инстанцией тоже? Уточните, пожалуйста, какие вышестоящие инстанции вы будете подавать. Кто над вами стоит, какая инстанция. Мы с вами будем разбираться через суд, для того, чтобы обсудить телеги, которые мы задавали на составку вашего товара. Суд у вас является вышестоящей инстанцией? Последствия не купите ваш заказ в течение пяти дней. А почему на вопросы нет? Алло. Алло. Я так лучше слышно? Да, лучше, значительно. Я не разговариваю. Меня зовут Алексей. Я менеджер отдела контроля выкупа заказов. Делали заказ у нас на кондиционер артикер ультра. Посылка поступила на почтовое отделение по адресу проспекта Комсомольский, 110. Находится на практический месяц. По причине не придается выкупать. Я уже объясняла причину. Еще раз объясните. Или вам не передали? А что мы должны были придать? Вы сделали заказ. Да. Я же вам ответила, что я не планирую ее выкупать по той цене, по которой вы мне ее предлагаете. Ну подождите, вы сами цены подтвердили же? Ну не я же сама ее придумывала. Я потом увидела на сайтах, в интернете, что цены намного ниже. Даже с вашей скидкой, которую вы объявляли, цена в три раза дешевле в магазинах. Поэтому я... Ну при форме заказа вы дали согласие на покупку товара? Ну я потом передумала. Если посылка лучше поступила на почтовое отделение, уже все. Ну а что я могу сделать? Я передумала, но никак с вами не связаться. Ну а как я могла с вами связаться в то время, когда... Да, обычно, вы же как-то связались с вами, как-то же ставили... Ну я делала заявку о телефоне, чтобы потом перезвонить, и у вас нет на сайте. Может, вы не нажали сохранить, отправить? Потому что оператор вам перезвонивает спустя две секунды, как только номер появляется в базе. Причем если в базе у вас на сайте нет телефона вашей организации, в которой можно позвонить и отменить заказ или обсудить какие-то другие вопросы. Вам как позвонили? Просто так угадали номер? Вы с ней поверили? Мне позвонили, когда я сделала заявку на обратный звонок. Когда я хочу позвонить и дать какую-то информацию, я должна позвонить пока как-то. Обратно связь, только мы обратно связь вкладываем уже в посылку. Ну это ваши коммерческие трудности. Вы должны на сайте оставить какие-то контактные данные. Потому что в случае с телефоном, когда клиент доказывает некачественный товар у компании отноделка, продолжает нам с претензиями. А обработка таких заявок занимает много времени, нервов и сил. Поэтому мы прибегли к такой работе с клиентами. Ну, значит вы будете нести коммерческие риски, если у вас нет никаких контактных данных и нет никаких телефонов на сайте. Вот и все. Я вам уже объяснил. На данный момент вам необходимо забрать заказ в кратчайшие сроки. Как вам было сказано ранее, почта оставляет за собой право отправить заказ в наше время. Если посылка отправляется обратно, то вас сюда не переходит в юридический отдел для осложнения лечения. Чего почта оставляет? Не поняла. А далее страховую компанию. Чего почта оставляет? Какое право? Отправить заказ раньше времени. Нет, почта не будет отправлять заказ раньше времени. Она будет отправлять раньше времени. А если раньше времени будет отправлять, то ваши трудности опять же и взаимоотношения. Страховая компания будет разбираться уже с вами через суд. Поэтому к той же с вами, которому потратили, также добавятся в судебные издержки и вы понесете расходы в данные и останетесь без заказа. Здравствуйте. Ваша покупка ожидает вас на почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Оксана Владимировна. Меня зовут Александр. Я менеджер отдела контроля выкупа заказов. Вы делали у нас заказ на кондиционер. Посылка поступила на вашу почту, посылка поступила на вашу почту. Покажу причину, не можете забрать ваш авар. Вам до сих пор не передали причину? На данный момент ваш заказ хранится на вашем почтовом отделении. Вы слышите мой вопрос? Вы мой вопрос услышали? Вам не передали причину? Вы мой вопрос услышите для начала. По какой причине заказ хранится на почтовом отделении? Из каких сложностей у вас возникли, что мешает забрать ваш авар? Я не поняла. Что за риторика вашего такого текста? Вы мне на вопрос ответили? Не сможете забрать. Это вы сначала для начала на мой вопрос ответите. А я не обязана вам вопросы отвечать. Вы мне звоните, а не я. Вы будете ответить на мои вопросы. Я хочу напомнить, что во время оформления заказа именно вы были инициатором. Мы заключали в основном договоре Оферты вы. В случае не выкупа заказа вы нарушаете этот договор. И на вас могут возложиться штрафы. Привыска вашего заказа. Также вы будете внесены в черный список базы неблагонадежных покупателей. Этот факт вложился для вас оформления заказов интернатной гражды и одобрения кредитов. А в банке я смогу кредиты брать, если меня внесут черный список? Я вам сообщил данную информацию только что. Нет, про банку мне ничего не сказали. А читательский билет мне закроют в библиотеке? Вот это важно очень. Я вам только что сообщил данную информацию. Нет, про читательский билет мне ничего не сказали. Прочитательский билет очень важный. Это, пожалуй, важнее. Я хочу информацию, которая самая основная. Когда вы... Ну а детали, детали, подождите, прочитательский билет. Детали я вам не обязан озвучивать. Мы предоставляем вам на выбор несколько вариантов. Вы можете выкупить ваш заказ в течение пяти дней, попасть в базу наших постоянных клиентов. Также вы сможете получить подарок, который вас посылит. У вас будет гарантированная списка на последующих заказах. Либо мы передаем ваши личные данные в базу неблагонадежных клиентов. Также вы компенсируете затраты интернет-пределения. Библиотека, это важнее. Бок с ним с клиентами. Мне в базу библиотека ролнуют. Меня не исключат из базы библиотек? Которые вам подъедут на выполнение вашего заказа. Какой ваш выбор? Вы мне не ответили на вопрос. Че с библиотеками? Это... Я вам сообщил всю информацию, нужную, об этом мне нужно вам сообщить. Какой ваш выбор? Так вы мне не ответили на мой вопрос. От этого будет зависеть мой выбор. Вы не ответили на мой вопрос. Это во-первых. Сообщил вам, что ваши документы уже готовы, в соответствии с законодательством Врачейской Федерации, учитывая факты, что вы нашли ведомый для подказ, за поговорение на средства и за пересылку заказа будут вас высказаны в судебном порядке. А с библиотеками это все нормально? И у нас собрано достаточно сводок и запихи разговоров для обращения в суд. И как только ваша посылка отправляется обратно, то ваши документы переходят в юридический отдел и отправляются в суд. В ваших интересах выкупить ваш заказ. Всего доброго. Продолжение следует...